Добрый вечер, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам! Вот при Святой Троице. Почему вы не разговариваете на актуальные темы? Спрашивает одна из, я думаю, наших зрительниц, поскольку комментарий был немножечко больше, и больше того, он был немножечко оскорбительный, и я его убрал. И поэтому я её не называю ангелом нашего канала. Но, тем не менее, конечно, он меня зацепил, потому что, ну, а кому не хочется быть актуальным, кому не хочется быть известным на тему того, что он говорит какие-то современные, актуальные, важные и серьёзные вещи. И я вам скажу следующее. Слушайте, для меня немножечко не совсем то, что актуально для мира, актуально лично. Тем более, что я вижу, что в духовном плане некоторые вещи и вообще мало какого значения имеют. И если они и кажутся, что вот очень важные, прямо совершенно, как говорится, без них не проживёшь сегодня, то завтра, я так понимаю, что они и не будут иметь какого-то значения. И это уже мой опыт такой жизни, что можно тянуться, можно начать нервничать, можно начать обвинять там кого-то или разоблачать кого-то. А это актуально только сегодня. Больше того, из этого разоблачения ничего и не будет, и не выйдет, или сам-то человек потом пострадает от того, что... Нет, я-то не боюсь пострадать, если это действительно принесёт какую-то духовную пользу. К большому сожалению, втягивание вот в какие-то конфликты, они на мирском уровне происходят, и поэтому из них выходят мирские пользы, которые для нашей вечной жизни, для духовной жизни так уж особо большого значения не имеют. Но я вам могу назвать, к кому вы можете сходить и послушать о всех актуальных вопросах с комментариев. Это отец Андрей Кураев, который, ещё раз повторяю, враг церкви, но он втянулся в такое менторское определение и духовной жизни, и мирской жизни, и вообще всей жизни, какой полагается, который окружает нас, что у него, по-моему, на всё есть объяснение, да ещё и с такой серьёзной научной зрения. И здесь-то вот и есть то проявление того, о чём я беспокоился, когда я видел его рассуждения о девицах, которые поплясали в храме, его активное продвижение патриарха, которого он теперь, я так полагаю, просто ненавидит, потому что любые действия патриарха или патриархии, они с иронией им обсуждаются, рассуждаются и так далее, как сейчас вот отца Леонида Калинина с должностей подвинули, и сразу это вызвало всплеск комментариев у отца Андрея Кураева. Отца Калинина я знал, я с ним встречался пару раз, как раз на проблеме, во-первых, храма Христа Спасителя. Я был на одном из советов, где они выступали, и я вам, помните, рассказывал, что большое значение в строительстве этого храма сыграл отец Наум. Отец Наум очень хотел, он ездил на это место, он думал о том, как должно было быть, и в своё время решили сделать такой экономный немножечко храм, сделать только на поверхности его, не углубляясь вниз и не делая там дополнительно и храма, и зала заседаний там и всё остальное. А батюшка как раз вот эту комиссию, в которую входил тот же протеерей Леонид Калинин, принимал у себя, ну, членов, часть, часть этой, и вот он им благословлял, что стойте до конца, что нам нужно большое пространство, то, что вылилось, то, что там какие-то платные гаражи и всё остальное, это уже не его проблема, но сделали полноценно, и отец Леонид Калинин в этом участвовал. Он грамотный и художественно грамотный человек, и серьёзный человек. Тем не менее, видите, ошибся, как показалось патриарху с его нежеланием отправлять икону Троицы, Троицы Сергия и Скайлавру. Давайте я вам своё мнение на этот счёт расскажу. Вы знаете, да, что президент решил, что икону Троицы нужно отправить в Троицу Сергийскую лаву, вернуть. Сейчас её поставили в храме Христа Спасителя, но потом она должна переехать туда. И это интересные события, я следующую беседу ему посвящу. А сейчас закончу тем, что, дорогие мои, на самом деле важен не дух, ой, важно не слово, которое мы говорим, и даже не события, которые мы с вами обсуждаем, а важен дух разговора, потому что слово, которое мы с вами исповедуем, Господь наш Иисус Христос, он на самом деле в духе, Бог-то в духе. И поэтому, когда мы с вами встречаем духовных людей, то, в общем-то, всё равно, о чём они разговаривают. Ну, нет, я-то вижу, что они, как минимум, не ругаются матом, духовные люди, но о чём они разговаривают, значения часто не имеют. Вот я книжечку приобрёл про отца Наумов, который много чего там недостаточно, но, тем не менее, его чада делятся, как он их воспитывал, что он с ними и в поездки в какие-то ездил, что он их там в этих поездках достаточно серьёзно мучил и большими переходами, и какими-то организациями строительства и всё остальное. И, тем не менее, ни один из них не упоминает больших каких-то духовных разговоров. Вот с батюшкой разговаривали, вот с батюшкой, значит, советовались и всё такое. Вот, конечно, он садился с ними и беседовал, и, значит, я так понимаю, что и раскрывал некие такие вот тайны духовные. Но, тем не менее, я абсолютно уверен, что основной дух переходил к ним или они напитывались духом от отца Наумов. В обычных разговорах, вот как раз тогда, когда про строительство речь идёт, ещё про что-то, я сам, можно так сказать, процентов 90 разговоров с ним имел не на тему экзогетики или аскетики или ещё каких-то этик, теологии и так далее. Всё это можно прочитать было. Он вот указывал вот эту книжку «Купи и прочитай». Вот это значит, или встретиться с кем-то тоже было так, что вот поезжай, посмотри на этого человека, поговори с ним. Или я привозил каких-то людей, там, учёных привозил к нему, артистов привозил к нему. И вот он время от времени с кем-то из них поговорил, говорил «Наш человек, не бросай его». Вот так вот, поэтому несколько человек там, я, можно так сказать, до конца их жизни не бросал, потому что я понимал, что батюшка благословил, и в этом дух человека. Он, может быть, даже сам не представляет, что он носитель духа, поскольку занимается там наукой, занимается, языком там занимается. У меня прекрасные были отношения с несколькими языковедами, которые, можно так сказать, сохраняли русский язык. И вот батюшка, например, про одну из таких сказал, что нужный человек. Сохраняй отношения с ними. Я сохранял. Для кого-то казалось это странным, что чуть-то там отец Михаил с этими, дружит с этими, так бы ходил на застолья своих братьев и был бы хорошим человеком. А он почему-то в какие-то другие сферы и с какими-то другими общается людьми. А они были в духе, эти люди. Они были духовными, эти люди. И поэтому, честно говоря, конечно, я выбираю темы, которые полезны для развития души, для развития духа. Я, конечно, всё равно, те, кто постоянно смотрит, скажут, что я, по-моему, ни одного события просто так не пропускаю. Я о них, о всех говорю. Но я стараюсь говорить так, чтобы не сорвать с них популярность. То есть не сказать ради того, чтобы популярность от этого была. А сказать ради того, чтобы суть этого осознавали. И участвовали в том, что происходит на духовном уровне люди. А этот духовный уровень, он кроется в спокойствии, он кроется в радости. И вам кажется, что наибольшую пользу в некоторых событиях именно злые принесут, именно яростные и так далее. А я вас уверяю, что нет, нет. Даже воин злой и яростный тем же Александром Васильевичем Суворовым не благословлялся. Он воспитывал воина, чтобы он был грамотен, чтобы каждым своим действием был профессионален, чтобы он не задумывался, когда что-то делает. Но он должен был быть спокойным в духе. Он должен быть, грубо говоря, радостным человеком. Почему Суворов и шутил много, и воспитывал своих. Я вам даже рассказывал, что он даже выбирал в свои богатыри, в передовые отряды людей, которые не боялись, были спокойны. И во время какой-то критической ситуации принимали решение спокойно себя вести. Проверку такую проходили у него. Он молодых там офицеров или солдат проводил вдоль рядов, показывая вооружение, показывая, значит, какие-то, значит, здесь амуницию и всё такое. И вдруг за спиной выстреливала пушка. А он смотрел, кто как реагирует. Да ищи за руки хватался. Потому что если человек упал или, наоборот, побежал, и руки у него становились холодные, то этот человек, Александр Васильевич, отправлялся в обоз и там созревал. А брал он тех, кто оборачивался лицом к неожиданности, и руки у него оставались тёплыми. И, в принципе, вот это на самом деле характеризует в том числе и духовных людей. То есть мы с вами можем увидеть, как кто-то побежал, рванул, кто-то упал, напугался, спрятался куда-то, а кто-то спокойно обо всём рассуждает и на уровне вот этого рассуждения духом своим, поддерживает то, что надо. Поддерживает тех, кому это действительно надо. Поскольку руганье, злоба и всем остальным можно только злить, можно только ругать, но в конкретном делании это мало чему помогает. То есть именно кроткие наследуют землю, как уж вы не говорите. Всё равно конечный итог совершенной земли – это кроткие люди. Так что я-то стараюсь именно в этом и держаться, в духе держаться. Поэтому некоторые темы, в том числе, может быть, даже и это, они не раскрываются, но я их стараюсь раскрывать в духе, тем более, что стараюсь молиться в то время, когда с вами разговариваю о вас, чтобы каждый ролик был полезен тому, кто его смотрит. Поэтому желаю вам добра, здравия, радости, веселья. Скажите, ох, радости, веселья, столько, столько бед, столько проблем. Так они всегда, эти беды и проблемы. Они всегда. А решение их кроется как раз в спокойствии, в рассудительности. Конечно, нельзя радоваться там, где все плачут. Мы ещё раз вспомним эту сказку про дурачка, который на похоронах радовался, а на свадьбе плакал. Так-то, конечно, нельзя. У апостола есть. Я был с теми, значит, среди тех, с кем я был, я был тем, кем были они. То есть, среди римлян я был римлянин, среди, значит, иудеев я был иудеев, ну и так далее. То есть, надо понимать, что он осознавал ситуацию и понимал, кто перед ним, и был с ними как свой. Был с ними свой. И таким образом нёс духа. Вот так. Так что, я считаю, что наш канал очень актуален. Постоянно актуален. Если бы он не был так актуален, я бы так не сдерживал. Не скажу, кто ресурс, который резко сократил возможность подписчиков, подписывает, и люди пишут, что, ну, как так, батюшка, я на вас четыре раза уже подписывался. Проверьте свою подписку. Подписаны ли вы? Отписывают, запросто ничего не говоря. И к вам не приходят никакие сообщения, что новый ролик вышел там. И вы остаётесь. Проверьте. Ну и это и есть актуальность. Поскольку злоба, неправильные силы, они поднимают тех, кто им выгоден. И поэтому это очень интересно, когда видишь, что огромное количество подписчиков у человека, который ничего не несёт, но зато выгоден той стороне. Он без духовности выгоден. Поэтому у него такая и популярность. Вот так. Так что здоровья вам всем. Радости. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин